Человечество с удивлением открывает все новые страницы своей тысячелетней культуры и истории. К их числу принадлежит иконно-кочевая культура автохтонов современного Казахстана. Самые древние памятники и артефакты которой относятся к эпохе раннего инеолита. Открытые не так давно, они стали сенсацией в мире археологии и внесли новые страницы в общую историю раннего человечества. Лошадь играла огромное значение в становлении культурогенеза степного населения в позднем каменном веке. Конечно, 30 лет прошли недаром для исследования этой культуры. Думаю, что еще не один десяток лет ученые будут исследовать это явление историческое степной Азии. Ни один из ныне сохранившихся видов диких гиппиусов Великой степи – куланы, лошади Прожевальского, Тарпана – не имеют генов современного коня, то есть прирученной лошади. Все ныне известные породы лошадей по составу ДНК ведут свое происхождение от единой праматери – лошади, чьи останки были извлечены из анеолитического поселения Ботай – автохтонов степей, близ современной столицы Казахстана. Донской области Донской области Донской области Этот археологический, а шире ультрологический феномен мирового значения и станет главной темой нашего фильма «Первовсадник». Поселение Батай было обнаружено в 1980 году в одной из археологических разведок. Здесь, в 30 километрах от районного центра Саумалколь, располагается национальный парк Кокшитау, на территории которого и располагается уникальное поселение. Здесь 6 тысяч лет назад, в 4-м тысячелетии до нашей эры, находилось много людей, до полутора тысяч человек. Это были древние батайцы, которые принесли сюда технологию одомашнивания самой древней лошади. Потомки этой лошади сегодня известны как казахская порода Джабе. Она принесла свои гены через тысячелетия и показала всему миру жизненность своей породы. Странно и удивительно то, как одно археологическое открытие может изменить наш взгляд на весь ход современной человеческой цивилизации. Вернее, перенести точку отсчета. И эта точка отсчета находится теперь в древнем поселении Ботай, в середине Великих Степей, близ современной Астаны. Именно там впервые человек приручил лошадь. Ботайская культура – это культура костеносная. Все практически очень много предметов выполнены из кости лошади. Кости использовались для верховой езды. Из костей лошади строили жилища, делали инструменты, использовали в ритуальных целях. Широко культивировался культ черепов. Использовались они для погребальных целей. Исследованы десятки тысяч предметов и выявлено 16 типов домашней деятельности. Это и ткачество, изготовление шкур, изготовление наконечников, строительство жилищ. Самым гениальным открытием в человеческой истории стало приручение коня-лошади, давшего колоссальный толчок развитию прогресса, когда пешее человечество оседлало коня, и ход истории получил гигантское ускорение. Время и пространство обитания людей стали стремительно сокращаться, а сами люди вошли в тесный контакт друг с другом, и тем положили начало новой цивилизации, нового мира. Батай. Это слово звучит как гимн. Батай. За ним стоит тысячелетняя история Казахстана. В лесной, в северной части поселения батайцы устраивали загоны для лошадей и даже в древнейшие конюшни, где держали молодняк, лошадей и доили кобылиц. Батайцы были древнейшими скотоводами, коневодами. С них начинается уникальный динамический исторический процесс, культура генез народов, обитающих на территории Степной Азии. На этом снимке мы видим основную часть батайского поселения. Вот эти темные точки — это дома, землянки и характерного батайского типа. Мы также можем видеть в окружении этих домов маленькие углубления, в которых было найдено множество костей лошади и других предметов быта батайцев. Также вот здесь можно увидеть постройки, которые, возможно, использовались как загон для лошадей. Очень чётко прослеживается граница, отделяющая эту зону. Недаром говорится, что по-настоящему прозревают только слепые. Археология до недавнего времени была зациклена на антропологическом начале и не увидела начала технологической революции, не поняла значения соединения двух великих природных начал — человека и коня, создавших лицо новой цивилизации. Искали черепа от пятикантропа до кроманьонца, каменные орудия, затем кремниевые, находили и описывали черепки сосудов и прошли мимо костей лошади, лежавших вблизь древних поселений и очагов, а затем и в погребениях людей. Археологи не увидели связи, не увидели начала эпохи коня приручённого, не заметили переход человека пешего в первовсадника. Если выход рыбы на сушу считается революционным или началом эволюции земноводных вплоть до класса млекопитающих, то для истории современной цивилизации принципиально важны два революционных скачка — появление человека разумного, но пешего и появление человека нового — первовсадника. Итак, вернёмся ко времени появления первой приручённой лошади. Что было тому причиной? Наша недавняя работа заключалась в анализе костей лошадей, найденных на Батайе. В частности, мы определили два участка скелета лошади, которые являются неоспоримым доказательством факта одомашнивания лошади — батайцами. первая из них — это кость нижней части передней ноги лошади. Кость дикой лошади короче, шире, крупнее. А кость доисторической домашней лошади тоньше и мельче. Мы также выяснили, благодаря следу оставшемуся во рту животного на нижней части челюсти, что батайцы ездили верхом на лошадях. Узда проходила через вот это место. При натягивании обтачивала переднюю часть зубов, оставляя при этом специфический след на передней части челюсти. Данный факт подтверждают и микроскопические исследования ученых. Если человека разумного сотворила природа в ходе эволюции и некое божественное вмешательство, то коня прирученного сотворил гений человека батайского. В природе были и остались дикие кони-гипиусы. Но гены их, строение ДНК, отличные от генов и ДНК современных лошадей. Как и каким образом сотворил человек батайские привычную нам лошадь, во многом и теперь остается загадкой. Но анализ соскребов с древних котлов и сосудов с остатками обгоревшей пищи, сделанной в лаборатории английскими учеными, доказали, что уже как минимум 5-6 тысяч лет до нашей эры древние батайцы употребляли кумыс – кобылье молоко, сделанное по тому же рецепту, которым пользуются испокон веков и ныне казахи. А с результатами генного анализа не поспоришь. Значит, батайцы уже тогда доили кобылиц, не говоря уже о том, что ездили на них верхом, и лошади были приручены, взнузданы и привычны к человеку-батайцу. Феноменальное открытие и откровение. Значит, древние батайцы, наши предки, знали секреты селекции, отбора и были конгениальными создателями высших технологий – генной инженерии. Я могу сказать, что батайские люди управляли лошадью как домашним животным. Между человеком и лошадью были тесные взаимоотношения. Человек садился на лошадь, доил её. И, конечно же, употреблял кобылье молоко, поскольку нами были обнаружены чёткие следы кумыса на осколках древней посуды. История человечества неисчерпаема, и в некотором смысле она более чем наполовину терра-инкогнито. Те, кто пытается предсказать ход истории в будущем, по меньшей мере шарлатаны. Но поиск нашего прошлого, и тем более очень давнего, всегда продуктивен. Он развеивает как мифы настоящего, так и создаёт реальность прошлого. И вместо мифа воссоздаёт истину. Доказанная казахстанскими и английскими исследователями история первовсадников – пример того, как надо избавляться от мифов фальсификации и по крупице, то есть по следам перволюдей и первовсадников, узнавать для себя первые страницы подлинной истории, начала человеческой цивилизации. Может быть, то первое кочевие из степи центрального Казахстана из древнего селения Ботай и есть прообраз трудного, но неостановимого шествия человечества во вселенной бытия.